Приветствую вас! Несмотря на то, что вы уже выбрали лучшим ответ коллеги на свой вопрос, я все же хотел бы вам ответить, ну просто потому что я прочитал вопрос, прочитал наш текст, он не маленький, и соответственно у меня появились какие-то мысли, поэтому я решил вам все же ответить. Первое, на что хочется обратить внимание, это на то, что есть некоторые противоречия, то есть понимаете, вы говорите, что с самого раннего всегда были доверительные отношения с цилем у вас, вот, при этом вы говорите, что вы разные. Вы говорите, что у вас были доверительные отношения с вашим сыном, но при этом вы не скрываете по сути того, что сглаживали конфликты и что они были. На мой взгляд, доверительные отношения с людьми возможны тогда и только тогда, когда люди не конфликсуют, когда конфликта нет. Так что здесь у меня есть противоречия, что вы подразумеваете в таком случае под доверительными отношениями, если у вас с сыном достаточно серьезные различия и что конфликты были всегда. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вы в полной противоположности друг к другу. Полная противоположность друг к другу у людей, родственников возникает тогда и опять же только тогда, когда имеет место быть антисценарий, антисценарийное поведение. Что это значит? Это значит, что ребенок любого родителя практически отражает его желание. Его желание скрытое, его желание неосознаваемое и так далее. Ваш ребенок это полная противоположность вам не случайно, как не случайно и то, что он вас раздражает, ибо связано это с тем, что он сочетает в себе все то, чего бы вам хотелось. Нет, не в том смысле, что вам хотелось бы быть, например, пессимисткой, как вы говорите, а в том смысле, что вам в глубине души где-то хотелось бы что-то, чего-то из того, что есть у вашего сына. Возможно где-то позволить себе беспорядок, потому что беспорядок это свобода. Возможно где-то позволить себе слабину, потому что энергичность это постоянное напряжение. Возможно где-то позволить себе ничего не делать. То есть все то, что вы себе запрещаете. Ну или все то, чего вам не хватает. Потому что, как правило, у людей, которые не хотят подсознательно того, что отражают их дети, дети становятся похожими на них. То есть явление анти-сценария не наблюдается. Таким образом, я надеюсь, вы способны увидеть то, почему вы раздражаете вашего сына и почему ваш сын раздражает вас. Потому что к сыну это относится тоже. Несмотря на то, что у него все совсем по-другому, ему не хватает того, что есть у вас. А вам не хватает того, что есть у него. И отсюда происходит взаимное раздражение. Если сын, вероятно, делать ничего не хочет. Для того, чтобы ситуацию поменять. Если он не осознает этого, если он не видит проблемы. То вам, как человеку, который обращается за помощью, это должно быть более близко. Ну, по идее. То есть вы, по идее, более готовы к самим, чтобы что-то меня с вами повредили. Дальше. Если вы 15 лет живете вместе, то наблюдается некий перекос в сторону отсутствия мышкой и адекватной и постоянной значимой фигуры в жизни человека. Хотя сын уже взрослый. Но нужно понимать, что по сути он был воспитан женщиной. Если и был, то был в первые 5 лет. Но потом в самый важный момент жизни мужчины его не было. И это раздражение к вам связано в том числе еще и с тем, что у него есть к вам требования. У него есть к вам требования, связанные с естественными требованиями к маме и папе. Но у него есть только мама. Поэтому здесь, как бы, раздражение обусловлено еще и этим. Как, соответственно, и с вашей точки зрения, с вашей позиции, это обусловлено сделано, что у вас нет мужчины. И волей-неволей вы можете требовать от своего сына того, что требуете от, ну, могли бы требовать от своего мужчины. Кстати, это проявляется в вашем тексте в конкретном месте. Я вам сейчас его покажу. Я вряд ли смогла бы иметь близкие отношения с человеком, имеющим многие из качеств характера моего сына. Вот. Такая вот формулировка свидетельствует о том, что вы видите в нем именно мужчину. В большей степени, чем это есть в норме. И подобная история вполне нормальна, с учетом того, что вы 15 лет без мужчин, ну, или без постоянного мужчин, по крайней мере. Ну, вот. Это, на мой взгляд, то, что, на что вам необходимо обратить внимание. Дальше. 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 Следующий момент. Значит, вы пишите, вот, ваш вопрос, да? Насколько гибкой и компромиссной я должна быть? Ммм, видите? Какая штука. Насколько вы пристремитесь к тому, чтобы быть должным? Насколько вы пытаетесь подогнать свою жизнь под правила, насколько ваш сын будет этих правил избегать. Я думаю, что с учетом одного неоспоримого преимущества, которое вы сформировали в своем дополнении, можно констатировать, что у вас есть достаточно хорошая возможность четко обозначить свои личные границы к сыну. То есть, сказать, что ты можешь действовать, как тебе хочется, ты можешь делать все, что ты хочешь, но только на территории, которая, ну, не является, условно говоря, твоей. Вот и все, да? Вы можете сказать, ну, а как же кухня там и так далее. Здесь очень важный момент, так же, как, что касается стирки и так далее. Вы имеете полное право не делать для сына ничего из того, что, по вашему мнению, выходит за рамки, ну, ваших границ. То есть, вы можете не, например, стирать за ним одежду, если она раскидана в беспорядке в его комнате или свалена в кучу, примерно. Вы можете не готовить ему еду, если он не убирает посуду. Вы можете просто складывать вот, ну, посуду и все, да? И просто будет гора посуды до тех пор, пока, соответственно, он что-то не сделает. То есть, понимаете, ваш сын, действия вашего сына, это обратная сторона ваших действий. Насколько вы берете за него ответственность, насколько вы делаете какие-то вещи за него, настолько он не приспособлен к жизни, настолько он не способен самостоятельно отвечать за свои действия, за свои слова. Если вы, принимая во внимание вашу гибкость, принимая во внимание вашу демократичность, принимая во внимание то, что вы можете говорить с сыном на его языке, будете спокойно, без агрессии, демонстрировать ему, что делаете вы, а что делает он и что ему нужно сделать для того, чтобы вы что-то сделали для него, то ситуация очень быстро нормализуется. Почему? Потому что никто не вправе требовать от вас, например, того, чтобы вы, ну, не знаю, чтобы вы, к примеру, мыли за ним посуду, допустим. Никто не вправе этого от вас требовать. Хотите вы этого или не хотите, но никто не вправе этого от вас требовать в принципе. И здесь момент, либо сын научится делать что-то сам, то есть, либо он научится сам мыть посуду, ровно в той мере, ровно в той степени, сколько нужно ему, либо вы будете делать это, но исключительно и только на своих условиях. Но для этого вашему сыну необходимо перейти определенную грань. для этого вашему сыну нужно достичь определенного дна, пройти некую критическую точку, после которой он будет, например, чувствовать, что больше дальше так жить он не хочет. Но вы ему, по-видимому, отчасти из-за того, что вы очень сильно любите порядок, отчасти из-за того, что вам, ну, что вам, что вы вот любите контроль, вы ему просто не даете с этим соприкоснуться, вы ему просто не позволяете пройти эту критичную точку, когда можно было бы проявить свою активность. Поэтому на вопрос о том, насколько вам можно быть компромиссным, можно ответить так, что вы в первую очередь беспокоитесь за себя, вы в первую очередь обезопасиваете себя, потому что, ну, вы правы, ваш сын взрослый. И обезопасив полностью себя и четко дав понять сыну, что вы будете делать, что вы делать, соответственно, не будете. вот, вы можете спокойно, не раздражаясь, вести с ним диалог. Другое дело, что необходимо, чтобы сын поверил в это. То есть, ну, то есть, необходимо, чтобы сын почувствовал всю необратимость к этой позиции. Дальше. Должна ли я продолжать требовать от него выполнять правила мирного проживания по родной крыше? К нему одно пожелание не старить и убирать за собой? Ну, понимаете, должна, это не совсем верная позиция, потому что что вы требуете, что вы не требуете, толку в принципе никакого. То есть, я хочу сказать, что человек, он, если бы хотел, если бы хотел сделать, ну, что-то, он бы это делал. Так что, по сути, ваше требование, это чисто пребывание в вашей персональной психологической реальности. Никакого смысла требовать чего-либо нет. И морального права требовать у вас чего-либо от него тоже нет. Юридически, да, можно было бы, в принципе, что-то требовать, если это чисто ваша квартира. Но, как вы сами понимаете, перевод отношений в чисто юридическую, так сказать, ну, пространство, юридическое пространство, крайне нежелательно. Поэтому, нет, морального права требовать у вас чего-либо от сына нет. Но, у вас есть морального права, вместе с тем, не делать ничего, чтобы облегчало сыну проживание с вами в одной квартире. Надеюсь, вот, то, что я сказал вам, ну, вот, именно в том контексте, в каком я это говорил, позволит вам несколько лучше понять эту историю. То есть, требование, требование чего-либо от человека, это не конструктивно совершенно. Требование чего-либо от человека, это не та позиция, которая может вам, ну, что-то дать. Это не та позиция, которая может принести вам и вашему сыну какую-либо гармонию. Потому что у него ваши требования, скорее всего, вызывают не что иное, как сопротивление. Только, лишь, сопротивление. И, к сожалению, всё-всё. Вот. Поэтому, ну, понимаете, как сказать, вы взрослый человек, почему-то спрашиваете советы о том, что вы должны делать у психологов. На мой взгляд, это очень странная позиция. То есть, вы сами прекрасно знаете, что если вы чего-то хотите, или если вы в чём-то убеждены, к примеру, или если вы, ну, что-то считаете, если вы вот в чём-то уверены, что вряд ли кто-то из нас может реально вас переубедить. Поэтому, мне хочется спросить, вы правда будете следовать тому, что скажет вам психолог, психолог? Вот вы спросите себя, для чего эти требования нестарительно убирать, чтобы что? Сколько в наших отношениях должно быть материнской, компромиссной, или всё-таки сколько в наших отношениях нужно, должно быть материнской, компромиссной, или всё-таки мне надо беречь свою психику и отстаивать свои правила и границы, так как речь идёт скорее уже о взрослом человеке, способном и должном. Такие работы над отношениями с близкими людьми нет. Нет. Нет, Наталья. Никто никому ничего не должен. Ваш сын не будет работать над отношениями, потому что у него нет мотивации. У него нет мотивации. Ваш сын не будет работать над отношениями, потому что ему это просто-напросто незачем. Ему незачем работать над отношениями с вами. У него и так сейчас всё есть. Ибо требования предполагают то, что в критический момент вы возьмёте и сами сделаете из него всё, что необходимо. А в таком случае зачем что-либо делать? И опять же ваш вопрос о том, сколько должно быть материнской компромиссной или мне нужно оставить свои правила. Опять же этот вопрос вызывает встречный вопрос. А вы правда готовы прислушиваться к любому ответу коллеге? Ну или к ответу того коллега, которого вы выбрали в качестве лучшего. То есть это получается что? Что вы в себе не уверены? Кто определяет границы? Кто определяет градации материнской любви и личностного взаимодействия? Кто определяет? Конечно же только вы. Как это определяется? Конечно же вашим комфортом. Комфортом. Дальше. Оставить свои правила и границы. Смотрите. Ваши правила и границы, они справедливы только для вас. Они никаким образом не справедливы для вашего сына, потому что ваш сын на данный момент это другой человек. Соответственно, вы можете оставить свои границы, чтобы человеку взаимодействовать с вами, чтобы человеку чем-то упростить вас. Чтобы человеку рассчитывать на вашу помощь и ему придется что-то сделать по-вашему. Это нормально, если он в вас нуждается. Но если человек не хочет этого, то он может жить абсолютно как угодно. Вот и всё. Понимаете? Вот и всё. И в этом смысле вы можете оставить свои границы, свои правила, но только в контексте того, чтобы это было условием для взаимодействия с вами. Если же вы человеку насаждаете свои правила, если же вы человека заставляете действовать так, как хочется вам, так как вы считаете правилами. Это уже является переходом всей границы уже вами. Дальше. Объективно, в эмоциональном смысле, сын еще подросток. Это неправда. Это неправда в том смысле, что даже если так, никакой объективности с вашей стороны Наталья, речи быть не может, потому что вы и мать. Человек может быть поброс, но это от них не означает, что вы правильно считаете его таковым. Вообще-то чувствует, что вы считаете его поброском и этим пользоваться. Некоторые его реакции на внешний мир заставляют делать мне такие выводы. Я полагаю, что эти реакции очень сложно спутать с искренними и спонтанными. Теми, которые, которые вам, вероятно, могут быть чужды. Так, не стоит здесь впутать подростковость, то есть незрелость и какие-либо реакции. При этом я, будучи самостоятельным ребенком в детстве, никогда не ограничивая его самостоятельности сына. Наоборот, поощрял. Здесь, конечно, нужен анализ, но я могу сказать, что, возможно, сознательно вы и поощряли его к этому, но вот бессознательно, благодаря тому, что сами вы не свободны, а вы не свободны, так как вы живете согласно правилам, кличкам. Вот. Бессознательно вы поощряли его к совсем другому. Так. Вы пишете, если я буду говорить, что я думаю и как чувствую, я буду получать конфликтную ситуацию. Нет. 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 И еще раз нет. Вы можете выражать все то, что вы думаете и то, что вы чувствуете, но в концепции я-сообщение. Вы можете почитать об этом в интернете. В концепции я-сообщение, что это такое. Это техника бесконфликтного общения с людьми. Дальше. Как принять сына таким, как он есть, спрашиваете вы. Очень просто. Принять себя. Чтобы принять кого-то, ну или принять себя. Себя вы не принимаете очевидно, а сгораживаясь от себя самой. Правильно. Как принять то, что идет в разрез с моей личностью. А здесь очень интересный вопрос. Если вы говорите о том, что ваш сын совершает какие-то действия, которые идут в разрез с вашей личности, то вас это как-то задевает. Вот то, что вас задевает и в чем вас, чем вас задевает и почему, нужно разбираться. Как смириться с тем, что ценности, которые я прививала, не привились? А здесь это вопрос вашей реализации. То есть, если вы прививали, вы можете прививать какие-либо ценности своему ребенку, но, во-первых, эти ценности могут быть ложными, как в вашем случае, потому что я уже сказал, что вот некоторая такая инверсия произошла от того, что вы ему прививали. С другой стороны, вы прививаете ценности для человека, а не для себя. И ценности человек может отфильтровать так, как он может. То есть, получается, что вы воспитывали ребенка не для него, а для себя. И получается, вы сейчас испытываете фрустрацию из-за того, что ребенок не получился таким, как вы хотели бы его видеть. Здесь, опять же, нужно спросить вас, насколько вы реализованы в жизни. Так, насчет личного примера всего, куда здесь не шло. Синдер признает мои качества, только не применяет их к себе. А он должен? Ну, правда. Он должен принимать ваши качества к себе? Если да, то почему он должен это делать? Ну, ребята, это очень интересный был бы вопрос. Теперь, я пройдусь немножко по вашему тексту, чтобы затронуть те детали, которые не затронул. Итак, с самого раннего детства у нас был ритуал, перед сном болтать обо всем на свете и делиться прошедшим днем. Неплохо. Только вот почему вы были в курсе всем друзей, знакомы с его друзьями в случае, эээ, в курсе его проказ? Очень хороший вопрос. Это личные границы. И вы эти личные границы нарушали? Нет. Конечно, человек мог, может что-то рассказать. Но вот быть знакомым с его друзьями, быть в курсе его проказ? Зачем? Такое ощущение, что вы пытались его контролировать. В первые дни жизни я видел, как мало у нас впадений во вкус в виде реакции на события и мировоззрения. И это нормально. Пока он был ребенком, я и более ведомым не удавал отгладывать конфликты. Интересно как? Подавлением? Я так и сказала? В подростковом возрасте это стало заметно труднее, потому что сам мальчик начинает бунтовать. Все верно. Сейчас назревает катастрофа. Мы настолько разные, что находиться рядом все сложнее. В чем? Я отдаю себе совершенно точный отсчет. Вот так, ну про это я уже говорил. Меня разрывает между материнской любовью к сыну сыну и чувство дискомфорта, которое вызывается его поведением для равнодельных способов, методов достижения цели и самой цели. Надо сказать, что, значит, его поведение, взгляды на жизнь, способов, методов достижения цели и самой цели вас никак не касается. Абсолютно. Совсем. Но если вас это как-то касается, ну если вынуждены выделять эти моменты, где вас это касается. И до нас и сына. Что вас это касается, он не должно. Все. То же касается материнской любви. Материнская любовь это безусловное принятие. Хотя, как я уже сказал, вы не можете его безусловно принять, потому что безусловно не принимаете сюда. Я понимаю, что проблема в моем неприятии сыну как лично. Об этом я сказал. Решение могло быть от самостоятельного существования. Но сама материально не могу ему помогать в этом вопросе. А он если зарабатывает время от времени, то мелочные карманные расходы. Ну, опять же, да. То есть, у сына нет мотивации жить отдельно от вас. Интересно, почему. Ну, если подумать, я думаю, что вы найдете очень быстро ответ на этот вопрос. Так, он еще не в колледже. Через полгода в армии. Учится ни шатка, ни валка. При хороших интеллектуальных задатках учиться не любит. Увлечен спортом, был помешан единоборством. То есть, есть такое ощущение, что вы как будто хотите, чтобы он очень лучше. То есть, есть такое ощущение, что у вас есть ожидание от вашего сына. И пока мы в силу разных причин живем на одной территории, мы конфликтуем. Мы раздражаем друг друга. Нет, Наталья, вы конфликтуете. Если правильно сказать, я конфликтую. Меня раздражает сын, а не мы. Когда вы говорите мы, вы снимаете себя ответственно. Первая и самая распространенная причина конфликтов, это хаос и бардак, который задает сын пространства вокруг себя. Это его правило. Главное, что в этой пространстве он никак не касался вас. Ему комфортны беспорядки. В некотором смысле это свобода. Это дольше его никогда не было у вас. В моем комфортном правилам. Сделал положение на место. Начал дело закончено. Дал обещание. Сдержи. Понимаете, это... Тотальная несвобода. Это регламент. Рафинирование. Определенность. Вы явно... Не сто процентов к этому расположены. Нет, вы привыкли так жить, но не сто процентов. Меня раздражает бездействие. Почему? Это к вам вопрос. Почему вас раздражает бездействие? Сильно сложны со мной. Это уже не ваша проблема. Мы с ним живем на разных скоростях. Это нормально. Я быстро просыпаюсь, сразу включаюсь в день. Утром, практически всегда в плохом настроении, очень тяжелый на подъем. Я оптимист, я оптимист, у меня раздражает его нитье, а его моя энергичность. Почему вас раздражает его нитье? Потому что вы хотите этого. Вам тяжело будет это признать. Я почти уверен. Но это так. Всего мы с вами 15 лет. И с вами отцом он видится довольно часто. Отношения у них больше материальные, доверительных не получаются. Потому что у вас отношения... Были не сказать, чтобы доверить доверительно. Вот. У них еще сложнее с пониманием друг друга. Методы воздействия отца от сына смещать или раздражать. Ну, это уже нужно с ним разговаривать. О чем мне с вами рассказывать после? Например, отца он виды не пытается. Красно знает, где как вести, где как себя вести. Отец считает, что имеет вес и влияние на него. Вообще мы с ним прекрасны манипуляторы. А манипулировать его научили естественно вы. Больше некуда. Так. Часто он применяет его эти методы и на мне. Как и не всегда, я их распознаю. Часто ему сходят с рук в руку. Вы поддаетесь на манипуляцию сына. Опять же за счет того, что у него не расстроены личные границы. Просто будь у вас расстроена личная граница, никакая бы манипуляция вам была бы не страшна. То есть при условии наличия правил, фактических правил у вас нет. Значит, для меня любой конфликт очень болезненный. С этим нужно разбираться, почему конфликт болезненный. Как правило, это связано с тем, что человек понимает конфликт на свой счет. И для меня действительно худой мир лучше войны. Но это позиция жертвы. Это позиция жертвы. К сожалению. Я Весисин, Козырёк, оба его бабочки. Оба его бабочки и отец тоже Весы. К чему вы это не очень поняли? Зачем на Козырялка, если вы обращаетесь к психологу? Честно, непонятно. Вот так, я думаю, можно вам ответить с точки зрения психологии. Я надеюсь, что это было вам полезно. Если понравился мой ответ, соответственно, вы можете меня поблагодарить. Вот. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...